Бах! Теперь ты мой! Mario платформеры, которые только есть Это Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy Все трети платформеры, основополагающие просто в жанре К сожалению, отсутствуют некоторые другие игры Какие-то из них Nintendo бы решила выпустить отдельно Как Super Mario 3D World, который выйдет в феврале 2021 Если я не ошибаюсь, где-то там Какие-то игры вообще отсутствуют, но об этом мы с вами поговорим попозже Естественно, многие считают, что... Ну, всегда так было, что 3D Mario поднимает планку платформеров все выше и выше Я же считаю, что Sunshine это очень Mario не для всех Потому что он отличается от всех остальных Super Mario 64, безусловно, конечно, классный весь из себя Он много чего сделал Там аналоговый стик стали использовать везде Построение уровней и все прочее, прочее, прочее Но к Mario 64 у меня все равно не лежит душа Я был рад только о Mario Galaxy из этого сборника Впрочем, сейчас о каждой игре поговорим немножко отдельно И я смогу пояснить всю свою точку зрения Первое же разочарование ждало меня, когда я запустил этот сборник Появилась буквально очень-очень короткая заставочка На 3 что ли секунды или где-то так И все Потом тебя выкидывает главное меню В котором ты можешь запустить одну из трех игр Или послушать саундтреки из этих трех игр При этом приятная новость состоит в том, что саундтреки можно слушать Как это в Super Smash Bros Ultimate сделано То есть ты можешь просто выключить экран, ставить наушники И использовать как плеер, чтобы слушать саундтреки Mario С другой стороны, зачем нам все это нужно, когда почти все эти саундтреки есть в Super Smash Bros Ну, понятное дело, каких-то нет, да Но когда у вас есть Super Smash Bros И наверняка кто-то использует тоже как плеер Чтобы слушать музыку из Super Smash Bros Так как там просто невероятная коллекция игровых саундтреков Практически из всех игр, которые представлены в Super Smash Bros То есть зачем все это нужно в такой коллекции Марио Это непонятно Но это все, что тут есть Начнем с Super Mario C4 Nintendo, конечно, доработала каждую игру, которая здесь есть Но Super Mario C4 меня наиболее расстроил Во-первых, конечно же, об этом я не мог не сказать Он идет в 4 на 3 разрешении Да, Nintendo увеличила все до 720p Разрешение в оригинале игра шла в 240p Вспоминаем время Nintendo C4 Но тем не менее, вот эта вот квадратная рамка Она очень сильно раздражает Конечно, видно, что Nintendo проапгрейдила тут текстурки Там все увеличила Причем даже переделывала все элементы, основанные на спрайтах Там весь текст он классный, красивенький, четкий Еще количество жизней Все это выглядит супер здорово Но все это бы выглядело еще круче Если бы игра выглядела как современная игра Что, в общем-то, и требуется от любого переиздания, как я считаю Любой какой-то старой игры Потому что уж что-что А сделать из 4 на 3 разрешение 16 на 9 По-моему, так не делает только ленивый А, привет, Nintendo, вы оказались лентяями в Super Mario 64 Ну, окей Значит, Nintendo приложила достаточно много усилий Есть даже всякие забавные факты Как Nintendo почему-то не исправила ошибку 25-летней давности Когда игра вышла на релизе вместо IT Точнее, вместо IS там стоит IT в одном месте Но при этом исправила другую ошибку То есть, видимо, ребята очень сильно торопились, что выпустить этот сборник Но вот что получилось, то получилось В целом, я... Еще раз говорю, я не считаю Super Mario 64 каким-то мега крутым платформером Я его проходил в оригинале Как-то брал консоль Nintendo 64 Специально для того, чтобы пройти Super Mario 64 Я его прошел Конечно, все звезды не собрал Но вот именно потому, что он мне не сильно зашел И да, это классный, здоровский платформер Но бегать там постоянно, искать все эти звезды, чтобы проникнуть в двери И каждый раз, когда ты находишь звезду Тебя выкидывает на... Начало там в хаб И вот эта вот вся постоянная беготня по одним и тем же местам Очень много раз Она меня просто вымораживала И я понимаю, что очень многие любят Super Mario 64 Особенно американцы любят Super Mario 64 Но я такое не могу играть Поэтому, в общем-то, в сборнике я просто посмотрел его Запустил Поглядел, как он там бегается Так, ну, такой, да-да-да Но Nintendo могла бы сделать и получше Поэтому Super Mario 64, конечно, классный Но за то, как его портировали в этот сборник Он не заслуживает высокой оценки С Super Mario Sunshine дела обстоят намного лучше По крайней мере, его здесь сделали широкоэкранным Что уже радует Опять же, все обновили Текст, все выглядит красиво и четко Видно, что игру более доработали, чем в Super Mario 64 Ну, хотя она, опять же, выходила на GameCube Где графончик-то был уже получше Чем все эти первые трехмерные поделки Самое большое же изменение в Super Mario Sunshine Это то, что Nintendo инвертировала камеру Так что теперь стрелять будет проще Из этого пылесоса водного Не знаю, как его назвать И таким образом играться будет проще Еще одна очень интересная деталь Для тех, кто не знает На GameCube у геймпада были аналоговые триггеры И, соответственно, в Super Mario Sunshine это со страшной силой использовалось Потому что это все-таки был, хоть и не стартовый тайтл Но важная игра для GameCube В Mario Platformer это всегда был одной из основополагающих фишек Любой консоли Nintendo И, естественно, на всех этих Mario играх Юзались все там просто невероятные фишки Ну да, вспомните Super Mario Odyssey на Switch, например Так вот, но поскольку на Switch'е у нас аналоговые триггеры отсутствуют А на GameCube ты мог нажимать на кнопочку И в зависимости от силы нажатия Mario стрелял дальше или ближе То здесь это просто убрали И Nintendo просто сделала на кнопки R и ZR Управление, ну, либо ты стреляешь, значит, обычной водой Либо там стреляешь в набором посильнее И все Вот так они справились с этим моментом Но, в принципе, это не так важно И, я не знаю, наверное, нужно только для тех Кто просто обожает аналоговые триггеры И те, кто ругаются, что у Nintendo их нет Хотя они вот нам вот так вот нужны Хотя, по большому счету, я пока среди своих любимых игр Или тех игр, которые меня заинтересовали Практически не встречал этой функции Чтобы она вот прям, ну, вот была вот так вот прям нужна Поэтому, в принципе, все это переживаемо Ну и, наконец, перейдем к Super Mario Galaxy Это самая бомба Это один из любимых моих Mario 3D платформеров И здесь Nintendo просто постаралась на славу Они апнули разрешение до Full HD Она работает в 60 фпс Кстати, Mario Sunshine и Mario 64 работают в 30 То есть она прям выглядит суперкруто Играется суперклассно Самый большой вопрос, который меня интересовал Это как Nintendo, значит, переведет это Моушен управление с Wii на Switch И они с этим справились абсолютно прекрасно Во-первых, что следует отметить Ранее, значит, для тех, кто не знает То есть на Wii ты играешь примерно так же, как на Switch Если ты возьмешь по джойкону в каждую руку Не объединяя их перемычечкой, джойкон гриппом Вот, и, значит, там нужно было постоянно трясти рукой Чтобы Mario делал спин на атаку И могу вам сказать, что я вот как раз прошел Mario Galaxy на Switch Могу вам сказать, что, видимо, я очень сильно задалбывался Очень-очень-очень сильно Потому что на Switch достаточно просто нажать кнопку Y И Mario делает спин И это прекрасное решение Потому что мне казалось, что Mario Galaxy на Wii Мне давался гораздо сложнее Здесь я его пробежал, ну, просто как батя Ну, или, я не знаю, или мой скилл продвинулся так Последний раз я играл в Mario Galaxy 6 лет назад, в 2014 году На Wii U Ну, то есть, ну, с Wii девайсами, естественно Так вот, и мне казалось, что вот эта вот спин атака Где надо было постоянно трясти Значит, этот Wii Mode Это был просто какой-то ад Здесь я ее делал вообще без проблем Это все супер клево Возможно, игра действительно стала легче Благодаря тому, что надо нажимать на кнопку Но я считаю это неоспоримым плюсом И, в общем-то, то, ради чего нужно было эту игру портировать на Switch И теперь, благодаря этому, я надеюсь, что Nintendo Все остальные игры, которые так ждут на Wii Портирования на Switch Она их портирует и переделывает управление как надо Жду просто Skyward Sword, но это уже другая история Второй момент, который нужно отметить в Super Mario Galaxy Это то, что там использовался курсор Вимоутом ты, значит, гоняешь звездочкой по экрану Это, в принципе, не сильно нужно Но ей ты собираешь, значит, вот эти вот звездочки Другие, я не знаю, по количеству углов Как бы их назвать по-другому Неважно, короче, это все будет звездочки Значит, эти звездочки ты собираешь Они тебе там нужны по ходу игры будут Чтобы кормить здоровенных таких звезд И они тебе открывали новые галактики для исследования И бонусные галактики для исследования В общем, звезды, в принципе, нужная штука Но прям вот, чтобы вот На этом, так сказать, зациклился геймплей Это нет В десктопном режиме это выглядит следующим образом Ты, если играешь на Pro Controller То это вообще супер круто, знаете Я вот прям получал невероятное удовольствие Ты просто гироскопчиком двигаешь И все само собирается Этот курсорчик управляется Я бы хотел отметить, очень здорово Что Nintendo, она как-то так вот Настраивает гироскоп для пользователей И тебе не нужно ничего с ним делать Я играл во многие игры, где тоже используется гироскоп Например, Skyrim или Fortnite или еще что-то И вот там постоянно начинаешь открываешь опции И начинаешь трахаться с гироскопом Просто находишь идеальную для себя настройку Как вот тебе будет удобно Чтобы было там не слишком быстро Не слишком медленно Не слишком резко и так далее Вот почему-то у Nintendo этого нет В Zelda прекрасно все работает Ты как взял в руки геймпад Так и стреляешь И почему-то вот меня все устраивает Возможно, вас это устраивать не будет Но, к сожалению, никаких настройок гироскопа в игре нет Поэтому кушайте, что хотите Но вот у меня конкретно в Nintendo играх Конкретно в них Почему-то вот всегда все устраивает Я считаю, что они как-то умудряются идеально настроить гироскоп Что он работает просто отлично И в Mario Galaxy, собственно, он работает просто отлично С Pro-контроллера играть просто одно удовольствие При этом, значит, естественно Если ты вдруг Там куча будет моментов Когда ты будешь там Mario прыгать, проходить И делать все остальные вещи И при этом, естественно, забивать на звездочки И не собирать их И там курсор может улететь куда-нибудь вообще за экран Достаточно нажать на кнопку R И он снова центрируется у тебя на экране И, пожалуйста, гироскопом дальше собирай При этом Nintendo сделали такую Неоднозначную вещь Как в портативе они убрали этот момент с гороскопом С гироскопом, конечно же В портативе тебе придется пальцем водить по экрану Чтобы собирать все эти звездочки И с одной стороны Это, в общем-то, довольно удобно Я попробовал эту фичу И, в принципе, не могу сказать Что что-то как-то с этим не так Но с другой стороны Могли бы и сделать функцию гироскопа Хотя, опять же Я так и представляю Иногда там нужно очень много собирать этих самых звезд Иногда бывает такое Что ты там находишь, значит, эту жирную звезду Которая тебе говорит Давай-ка меня накорми И ты такой Блин, мне пяти звездочек не хватает И ты там начинаешь бегать, собирать И я вот представляю Обладатели, например, Switch Lite Или те, кто любит играть в портативе И они будут вот так вот все время дергать Там своим, значит, свечом в разные стороны И... Ну, не знаю Мне всегда казалось это не очень удобным Поэтому вот с этой стороны Я поддержу Nintendo Я считаю, что Евозить пальцем по экрану в портативном режиме Это гораздо удобнее Но при этом могу сказать Что они могли бы и Оставить пользователям выбор То есть, мало ли, кому-то, может быть, нравится дергать свечом Ну, мне нет, окей Но меня вполне все устраивает Опять же, есть уровни Где тебе жизненно необходим гироскоп Как, например Где нужно скатываться по воде вниз И там нужно с помощью гироскопа управлять влево-вправо Это одинаково работает как на проконе Как на джейконах Так и в портативном режиме Да, здесь ты будешь дергать свечом влево-вправо Потихонечку Так что все в порядке То есть проблема Если она у вас такая возникнет вдруг То она есть только с тем Что вам придется обязательно пальцем дергать по экрану Чтобы собирать вот эти самые звездочки Во всех остальных местах Где именно нужен гироскоп для прохождения Он используется с этим все в порядке Итак, у нас есть три игры в этом сборнике Каждая из них, естественно, выглядит лучше Чем в оригинале Есть у каждой из них несколько тонкостей Которые, в общем, могут улучшить впечатление от игры Конечно, если вы не играли Ни в Galaxy, ни в Sunshine, ни в Mario 64 И вам хочется поиграть То, естественно, лучшим выбором Сейчас будет купить этот картридж Или цифровую версию Super Mario 3D All-Stars И не заморачиваться с эмуляторами Но нельзя не игнорировать тот факт Что в этом сборнике могло бы быть Гораздо больше контента Я молчу про отсутствие Super Mario Galaxy 2 Потому что эта часть не менее триумфальна И не менее крута, чем Super Mario Galaxy 1 И я вообще считаю, что вторая часть лучше первой Потому что это один из тех моих любимых примеров Когда сиквел обгоняет оригинал То есть сделан по принципу больше, лучше, качественнее Почему-то отсутствует, например, Super Mario 3D Land Хотя я считаю, что он вполне подходит под определение 3D-платформеров И как бы он был на 3DS Я понимаю, может быть, Nintendo была лень адаптировать игру с 3DS на Switch Но все-таки, если 3D World у нас, значит, выйдет в ближайшее время После релиза этого сборника На Galaxy 2 есть хоть какая-то надежда Хотя, конечно, Nintendo об этом ничего не говорила То 3D Land, я думаю, будет просто незаслуженно забытым И это как-то не очень клево Раньше Nintendo делала сборник и запихивала в него абсолютно все игры Вспомнить сборник Super Nintendo Где был Super Mario World И плюс там все остальные, все, что было с NES И улучшенные графические геймплейны Опять же, мы живем в ту эпоху сейчас Когда, значит, существует очень много сборников разных старых игр Например, есть сборники Sega Ages И несмотря на то, что это, допустим, просто сборник Как, например, я даже делал обзор на Sega Ages Первую часть Соника И там добавлена куча всяких разных интересных фич И когда ты видишь сборник Super Mario 3D All-Stars В котором нет ничего, кроме саундтрека Это как-то становится печально Нет никаких артов Нет никаких интересных каких-то фактов Могли бы какие-нибудь, я не знаю, интервью туда докинуть Или вот, допустим, была раньше такая фича Ивата спрашивает, когда Сатору Ивата ходил там по разработчикам И интересовался у них различными вещами Они могли бы сделать какой-нибудь интервью с разработчиками В конце концов, закинуть туда Да хотя бы текстом Или могли бы, опять же, переиздать И то Ивата спрашивает А то многие, например, даже не знали, что существует такая рубрика То есть нет возможности даже фильтры какие-то сделать Хотя фильтры, например, присутствуют в Nintendo Switch Online Нельзя сделать даже Mario 64 16 на 9 Ну, это уже, я по-моему, все видео об этом говорю Вы наверняка об этом устали В общем, саундтреки для такого сборника Это очень и очень мало И возвращаясь, опять же, к началу Стартовая заставка Это просто какой-то стыд и позор Мы могли бы уж сделать что-нибудь классное, красивое А не какую-то двухсекундную пил-вилу Вот вам, пожалуйста, меню Ну, все-таки это же сборник на 35-летие Nintendo Резюмируя, значит, все, что я сказал Я бы хотел сказать, что, конечно, Super Mario 64 и Super Mario Galaxy Великие игры, великие платформеры И несмотря на то, что мне не очень нравится Super Mario Sunshine И то, что он не для всех У него немножко другой геймплей И даже в нем много сюжета В отличие от всех остальных Mario платформеров Тем не менее, это игры очень хорошие И каждая из них отдельно заслуживает очень высокой оценки Даже вне моих личных вкусов Я все равно могу посоветовать эти платформеры Всем и каждому При этом, если вы просто пробежите игру То у вас достанется достаточно много постигрового контента По сбору звезд в 64 и Galaxy По сбору солнышек в Super Mario Sunshine Ну, это Mario Там всегда было на вам постгейм-контента в 3D-играх И поэтому каждую из этих игр можно проходить Если уж на 100%, то это минимум часов по 20-30 у вас займет То есть, в принципе, мы имеем почти 100 часов игрового контента Благодаря сборнику, который вышел на Switch И вам больше не нужно никакого секса с эмуляторами На пеках или еще там где-нибудь Достаточно просто вставить картридж Switch Или купить цифровую версию И играть и наслаждаться Да, конечно, у самого сборника невероятная куча минусов Но при этом нужно сказать, что у каждой из этих игр Огромная куча плюсов И если закрыть глаза на все эти минусы То ты получишь 3 весьма качественные игры Которые нужно порекомендовать любому любителю Не то что платформеров, а видеоигр в принципе И если бы я занимался оценкой на этом канале игр То каждую из этих игр я бы, наверное, оценил на десятку Ну, так вообще нельзя, конечно, говорить Но тем не менее Я просто хочу подчеркнуть, что они настолько крутые и клевые И что их настолько можно советовать Что можно закрыть глаза на все минусы, которые присутствуют в этом сборнике Но при этом сам конкретно сборник я бы оценил ниже среднего Потому что все то, что я перечислил Это просто невозможно на это смотреть в современном мире То есть Nintendo не сделала, по сути, ничего Да, она проапгрейдила игры Но проапгрейдила качественно только Super Mario Galaxy Да, она запихнула их все на Switch Но при этом бонусом дала только саундтреки Половина из которых есть в Super Smash Bros. Да, она... Все, на этом аргументы закончились Дальше идут только просто минусы, минусы Не 16 на 9, там ничего нет И... В общем, в Galaxy 2 нет И можно бесконечно об этом говорить В общем, в любом случае Сборник, тем не менее, это здорово Это возможность прикоснуться к классике И пройти прекрасный Super Mario Galaxy как минимум Потому что я всем рекомендую брать сборник Только ради него Если вам понравится при этом все 4 и Саншайн Прекрасно, вы получите 2 отличные игры Дополнительно Если они вам не очень зайдут Ну что ж, но Super Mario Galaxy Поиграть обязан просто каждый Субтитры сделал DimaTorzok